Добрый вечер! Вы смотрите новости ТВК. В студии Екатерина Лукашенко и сейчас главные темы этого дня. На Красноярск надвигается сильный ветер, а в крае сохраняется высокая пожарная опасность. Где в Красноярске можно пожарить шашлыки, не нарушая закона, расскажем через пару минут. Во второй части выпуска не пропустите прямое включение с одного из самых ярких событий культурной жизни города. Красноярцев ждут на традиционную музейную ночь. Белые фарточки и пионерские галстуки, как в одном из лицеев, сегодня школьников принимали в пионеры. На Красноярск надвигается сильный ветер. По данным сотрудников МЧС, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Особенно это опасно из-за сухой погоды и возможности быстрого распространения огня. Спасатели напоминают, что сохраняется высокая пожарная опасность. Сегодня на острове Татышев вновь горел сухостой. Пожар начался около 6 часов вечера. На место возгорания выехали пожарные. Напомню, что горожан просят не сжечь сухую траву и не бросать окурки. За поджог, пусть и ненамеренный, может грозить уголовная ответственность. В городе же красноярцев из-за сильного ветра просят быть осторожными и держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и строящихся зданий. Но ветер красноярцев не пугает. Уже сегодня многие выехали за город на шашлыки. Но пожарить мясо можно далеко не везде. Ни на дачах, ни в парках, ни во дворах. Особенно в пожароопасный сезон. За это можно получить от 2 до 3 тысяч рублей штрафа. Где можно дешево и легально пожарить мясо, знает Алена Крашенинникова. Даже если вы спросите у настоящих ценителей шашлыка у кавказских мужчин, они вам скажут, что мясо не любит какой-то другой приправы. Соль, перец, все. Денис рассказывает о секретах маринада. Они с компанией выбрались на пикник. Свежий воздух, природа, животные, которых можно покормить. Да и дешевле снять беседку на ферме Коза-Дереза, чем заплатить штраф. Подумали, где ближайшее будет нормальное место. Посоветовали сюда. Ну как вот вам отдых? Отлично. Правда, еще не покушали. Стоит простая беседка от 600 рублей за 5 часов. Гулять можно по территории всей фермы. И таких площадок для пикников в городе около 10. Выехать можно и в Бобровый лог, или в аэропарк Кузнецова, а еще в мининый резорт в Сосновом Бару. Если ехать далеко вы не хотите, есть площадка на острове Молоково. Сафари-клуб на судостроительной и беседки за теннисными кортами на острове отдыха. Цены беседок разные. От 500 рублей до 6 тысяч за закрытый комфортный домик. Но если у вас нет личного автомобиля, или вы не хотите ехать на нем за город, то можно приехать сюда, на стадион Ветлужанка. Самое главное преимущество этого места, что сюда можно добраться на автобусе. Здесь есть и беседки, и мангалы, так что с собой можно взять только шампуры, мясо и отличное настроение. А вот дачи, дворы и даже, как некоторые, придумывают балконы. Территория для жарки шашлыка запрещенные, предупреждают спасатели. Даже маленький уголек грозит пожаром. К слову, мангалы, открытый огонь ничем не отличаются, они одинаково опасны. Штрафные санкции доходят до 3 тысяч рублей. Причем они суммируются, и по окончании лета можно заплатить круглую сумму за вкусные удовольствия, но в неположенном месте. Это, наверное, самая тяжелая съемка, не потому что сложно что-то снимать, а потому что все вокруг пахнет шашлыком, и просто, ну, как говорится, слюни текут, и снимать становится невозможно. Поэтому добрые люди сжалились над нами. Секрет маринада не раскрыли, но дали попробовать. Очень вкусно. Спасибо большое. Алена Крашеникова, Евгений Иванов, Новости ТВК. Жителям Екатеринбурга предложат для обсуждения новые места для храма Святой Екатерины, из-за начала строительства которого уже неделю длится противостояние. В понедельник власти опубликуют перечень новых мест, где может появиться храм. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева к местным жителям, которые сегодня опубликовал областной департамент информполитики. Напомню, с 13 мая в Екатеринбурге проходят несогласованные акции. Люди выступают против строительства храма на месте сквера. Всего с момента начала протестов задержано 96 человек. В конце недели президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан. На данный момент власти Екатеринбурга готовятся провести такой опрос. В сети активно обсуждают видео под названием «Спецоперация Росгвардии». На кадрах, которые появились в интернете, люди в форме пытаются задержать группу мужчин. Однако из-за ряда допущенных ошибок, предполагаемые преступники, скрываются от погони на машине. Вот самые эпичные моменты. «Спецоперация Росгвардии» Операция предположительно проходила в Санкт-Петербурге. Точное место и время заснятых событий неизвестно. Однако в Росгвардии уже заявили, что видео о якобы неудачной операции спецназа напоминает, цитата, художественную постановку. А люди на записи не имеют отношения к ведомству. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Но пользователи интернета этому заявлению не верят и шутят, что эту операцию, видимо, контролировал лично генерал Золотов. В России установлен новый рекорд по объему изъятого имущества у коррупционеров. 12 миллиардов рублей в виде наличных и драгоценностей конфисковали у полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева. Как и в случае с резонансным делом полковника МВД Дмитрия Захарченко, которому до этого принадлежала пальма первенства, деньги и ценности у офицеров ФСБ хранились в квартирах и в банковских ячейках. Черкалина, Фролова и Васильева обвиняют в получении взятки. По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, которую они получали из поднадзорных Центробанка и Минфина. По данным издания «Коммерсант», силовики описали и изъяли еще не все. Сейчас следователи прорабатывают счета частных лиц и компаний, которые могут быть связаны с арестованными. По некоторым данным, там может храниться такая же сумма, что уже была изъята. Избранный украинский президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина вернет Крым. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Цитата. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, и каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе». Конец цитаты. Мнения в комментариях к этому посту разделились. Одни подписчики поддерживают президента, другие же пишут, что крымчанам в составе России лучше. В Кремле на заявление Зеленского пока никак не отреагировали. Напомню, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Сделай доброе дело и сдай кровь. В Красноярске прошла донорская акция «Капля добра». Сегодня больше 50 красноярцев приняли в ней участие и стали донорами. Для горожан здесь даже организовали мастер-класс по шитью декоративных подушек, чтобы провести время в очереди с пользой. Напомню, что перед процедурой обязателен осмотр врача и теплый чай с шоколадкой. После благотворительной акции кровь отправится на переработку, а после поступит в Красноярский краевой центр крови номер один для переливания. Первичный осмотр у нас включает терапевта, то есть это вес, должен соответствовать больше 55 килограмм, давление, чтобы было в норме, чтобы человек хорошо себя чувствовал. И также лаборант возьмет кровь на анализ и скажет группу крови резус-фактор. Я уже сдаю кровь в четвертый раз, на протяжении двух лет я прихожу. Зачем тебе это, для чего в свой выходной вставать, так рано идти. Но одна мысль о том, что моя кровь может спасти жизнь троим людям, она перечеркивает все против. Пионерские галстучки, советская форма и традиции. Сегодня в лицее номер 12 учеников младшей школы приняли в пионеры. Почему ритуал еще актуален и как вступить в пионерские ряды узнавала Анна Петрова. Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Сильные, смелые, ловкие, умелые. Будь готов! Всегда готов! В лицее номер 12 сегодня отметили День пионерии. В честь праздника учеников младшей школы посвятили в ряды пионеров. В этой школе это ежегодная традиция. Уже 45 лет школьникам здесь повязывают красные галстучки, а они, в свою очередь, принимают торжественную клятву. Вступаю в ряды пионерской организации. Передетом своих товарищей торжественно сменусь. Это Арина. Ей всего 10 лет. Сегодня вместе со своими одноклассниками школьница вступила в пионерские ряды. Говорит, ее никто не уговаривал и захотела она этого сама. Сегодня нас посвящали в пионеры. Я поступила в пионеры, чтобы за мной гордились родители. И чтобы оставить такую память в будущем, чтобы знать. Русал тоже сегодня стал пионером. Но с другой целью. В будущем мальчик хочет стать настоящим мужчиной, защищать слабых и помогать людям. И в свои 11 лет он верит, что статус пионера в этом поможет. Я буду помогать младшим детям, если у них какие-то проблемы, допустим, обижает их кто-то. Буду всегда слушать взрослых и помогать им, если у них какие-то проблемы. После посвящения новоиспеченные пионеры побежали играть на улицу в Зорницу. Это тоже одна из традиций лицея, как и само пионерское движение. Дети прыгали в длину, отжимались, проходили полосу препятствий с автоматом и отгадывали загадки. Директор школы рассказывает, что такие добрые игры советских времен и пионерская дисциплина помогают вырастить достойное поколение. Именно поэтому в лицее и предпочли следовать старой идеологии. Но взяли из нее только лучшие элементы. Доброе, светлое, чистое, да, вот такое, то, что нам знакомо. Действительно, сохранить тяжело, как говорится, убрать очень легко. Мы не стали что-то с другой, западный, скаутов, еще какие-то, не стали ничего придумать. Мы убрали всю политику, та, которая была. Мы остали только добрые, славные, детские дела. Я думаю, родители, поступивших сегодня в пионеры детей, очень многие, также были когда-то посвящены в пионерах. И мы рады, что традиция нашего лицея сохраняет. Стать пионером в 12-м лицее может каждый ученик с 4-го по 8-й класс. Это не зависит от хороших оценок и примерного поведения. Здесь важно только желание. Отмечу, что сегодня в пионерские ряды вступили еще 75 четвероклассников. Анна Петрова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. В это воскресенье, 19 мая, полгода со дня гибели Алексея Клешко. Завтра на ТВК выйдет фильм «Ирина Кременчук. Леша». К этой теме она долго не могла даже подступиться. Этот фильм – попытка понять, что произошло. Леша, все нормально? И Леша звонил. Леша, давай попозже. Леша, зачем ты говоришь? Леша нас многому учил. Говорю, Леша. Леша. Друзья, приятели, знакомые называли его только так. А те, кто обращался к нему, Алексей Михайлович, между собой все равно говорили «Леша». И вот этот Леша, улыбчивый, большой любитель анекдотов и совершивший такой шаг, он до сих пор для многих как будто в долгой командировке. И вот-вот вернется. Автор фильма «Леша» Ирина Кременчук долго не могла даже подступиться к этой теме. Снимает и монтирует уже месяц. Три дня до выхода и все еще последние правки. Говорит, что и она, и все, кто давал интервью, как будто освобождали себя от этого долгого ожидания из командировки. Никто ничего не понял. Люди до сих пор не понимают. И все мы, я думаю, что ответ на вопрос, почему Леша это сделал, в фильме, да, не будет. Никаких сенсационных фактов мы сказать не сможем. И мы их не искали. В этом фильме мы пытались проговорить с людьми, и каждый проговаривал какую-то свою боль, какую-то свою вину. Ира говорит, что через полгода потеря чувствуется еще сильнее. Но она ее проговорила, хотя и молчит весь фильм. Это абсолютно авторский фильм, в котором автор говорит со зрителем не с помощью классического журналистского текста. Много героев, много мыслей, много каких-то раздумий. И все вот эти вот разговоры разных людей автор компилирует в одно большое произведение. В смысле, да, большой такой получается часовой разговор. У каждого в Леше своя боль и свой вопрос. Вопрос, который, проговаривая на камеру, близкие друзья задавали себе миллиард раз. Как они это пропустили? Не было даже таких разговоров, как вот в записках указано, что я решил это после смерти мамы. Верить о том, что он переживал после смерти матери, ну, да, такая, возможно, но она бывает. В данном случае, что она была финишная или как бы вот такой итоговой, я не верю. Я абсолютно уверен, что на эту усталость легло какое-то обстоятельство. Последний месяц, последнюю неделю, я не знаю. Но легло какое-то обстоятельство, которое, в общем, стало тем самым щелчком. Леша – это не журналистское расследование, не тайные дневники и письма. Это не боепик. Это 50 минут о человеке, которого, так получается, все знали и не знал никто. Фильм «Леша» в это воскресенье в 20.00 на ТВК. Картины из человеческих тел, мастер-классы и любимые напитки художников. В Краснерских музеях сегодня проходит «Музейная ночь». Это ежегодное мероприятие, когда музеи города организуют квесты и лекции для посетителей. Моя коллега Алена Крашененникова уже исследует локации художественного музея имени Сурикова. Алена, что интересного приготовили для посетителей? Катя, для посетителей, я вот себя сейчас считаю посетителем, приготовили очень много всего. Здесь абсолютно разные локации. Вот, например, давайте начнем с той, которая рядом. Это фотозона. Ее сделали специально для красивых селфи, красивых фото. И здесь вот есть персонаж. В стиле какого вы художника? Пикассо. В стиле Пикассо. Не тяжело ли вам вот в такой маске? Сколько вам? Нет. Не тяжело? Тогда мы вам пожелаем удачи и побольше людей, чтобы с вами сфотографировались сегодня. Ну, это вот одна из фотолокаций. Есть еще одна. Сейчас, кстати, для людей проходит ознакомительный мастер-класс. Они сейчас рассказывают им про то, какие картины находятся в музее. Каждый разглядывает, рассматривает. Людей достаточно много, но есть искусствовод. Это большой плюс, потому что не каждый может с первого раза сам разобраться, что вообще здесь находится и что за авторы писали эти картины. Но мы медленно приближаемся ко второй фотолокации. Это еще одна картина ожившая. А вы в стиле какого художника? Сальвадор Дали. Как вам? Не тяжело вот так вот тоже в костюме? Тяжеловато. Ну, справляйтесь. Ну, вот ради красивых фото, чего только не сделаешь. Но локация действительно выглядит просто великолепно, потому что это очень интересно. И разглядывать можно вообще любой элемент этого костюма. Ну, а дальше у нас как раз мастер-класс по рисованию. Это одно из, наверное, самых важных, что здесь сегодня происходит. Посмотрите, каждый человек здесь получил свое не одно задание, а индивидуальное задание. И вот смотрите, например, мы сейчас украдем у вас, ладно? Да. Спасибо. Вот такие интересные карточки есть. Нарисуй котика в стиле экспрессионизм. И самое интересное, здесь не только описано, как это говорится, для чайников, но и описано, как рисовать такую картину. Например, представь самый страшный момент в твоей жизни, когда завладели страх и отчаяние, умножь чувство на 100 и выплесни их на холст. Проще, наверное, не объяснишь, как в этом стиле рисовать. Ну, вот, наверное, оставим тогда юных и не очень юных художников творить. Ну, а сами мы медленно приближаемся к самой последней, самой зрелищной локации. К сожалению, сейчас она еще не началась. Но, вот, сейчас мы вам покажем. Здесь сейчас происходит лекция, не дошли мы пока до локации, которую хотели. Происходит лекция по авангарду. Ее читает как раз вот тоже экскурсовод. Ну, пожалуй, не будем мешать людям. Вот, как раз самое интересное. К сожалению, локация открывается только в 10 часов. Но, тем не менее, посмотрите, здесь сегодня произойдет очень интересное и крутое событие. Стены здесь уже завешали все целлофаном для того, чтобы ничего не испачкать. А вот на этом холсте, который лежит сейчас посреди комнаты, девушки телами будут рисовать картину в синем цвете. А потом, она, говорят, отправится в музей имени Сурикова. Правда, в какое из трех зданий не уточняют. Так что вот в 10 часов начнется этот перформанс. Вы можете еще успеть сюда. Ну, и, в принципе, вас ждут здесь на музейной ночи. И не только здесь, но и в других музеях нашего города. На этом все. Катя. Спасибо, Алена. Это была Алена Крашениникова. Она сейчас находится в музее Сурикова, где проходит музейная ночь. Вы еще можете успеть на это мероприятие. Досматривайте новости и приходите. Как всегда, по субботам проект Натальи Кечиной «Кинохроники Краснояре». Сегодня о жизни эвенкийских оленеводов в конце 80-х годов. Леонид Грабкин был одним из самых известных и титулованных оленеводов в Венкии. Работать он начал после окончания пяти классов средней школы. Дорос до бригадира. И возглавляемая им оленеводческая бригада ежегодно добивалась отличных показателей. Оленевод любит тоже проворных, шустрых людей. Иначе, да, оленчика без труда не поймает. Надо, как и сам оленчик. Иначе он тебе не поддастся. Оленчик тоже понимает, что мы... Раз, что человек слабый, ну и оленчик вот и понимает, но все равно скажет. Если он слабый, он тоже замечает. Спустя три года после этих съемок Леониду Гавриловичу присвоили звание заслуженный работник сельского хозяйства России. Он был единственным в Венкии полным кавалером орденов трудовой славы. Грабкин воспитал не одно поколение оленеводов, героев труда. Здесь, на этой северной таежной земле, родился и Вячеслав Лопакин. Еще в школе он полюбил профессию оленевода. А закончив десятилетку, попросился в бригаду к Леониду Гавриловичу Грабкину, знатоку своего дела, делегату 26-го съезда партии. У Вячеслава даром, что он тогда был молод, стаде было тысяча оленей. Профессия оленевода была престижна. В школах и в Венкии тогда был даже отдельный предмет оленеводства. В седьмом классе рассказывается быт, жизнь оленеводов, их трудная работа в условиях тайги. И рассказывается, почему обращается большое внимание на развитие оленеводства в округе. Как правило, дети Венков на время получения образования жили в интернатах, которых на тот момент у Венкии было 17. Родителям оленеводов, которые своих чад видели разве что летом, было не о чем беспокоиться, ведь в интернатах было полное государственное обеспечение. Осень в Венкии, страдная пора. Дети пошли в школу, а взрослые собираются на охоту. Округ дает четверть общесоюзных заготовок всей пушнины. Золотым венцом этого всегда стоит соболь. Знатный охотник Михаил Курельский пятилетку выполнил за два года, добыв тогда за один сезон 118 соболей, а каждый соболь – это, помимо прочего, 100 километров пешком по тайге. Труд Михаила Николаевича был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Спустя 40 лет население Венгийского округа сократилось в полтора раза. На территории осталось лишь одно оленеводческо-племенное хозяйство, в котором сейчас работает 300 человек. И не знали люди счастья, прав не знали и свободы. Но пришел с советской властью к нам в тайгу закон народа. Разве им могло бы сниться, дедам бедностью согнутым, чтобы мы могли учиться с букваря до института? Чтобы все в любой работе были равными по праву, чтобы охотник был в почете, чтобы труд стал делом славы. Наталья Кечина, Новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин